Сейчас и надо развивать, чтобы были кинотеатры во всех жилых массивах. На каждые 100 тысяч жителей должно быть один-два кинотеатра. Это должны быть культурными центрами. Там и дискотека для молодежи. Покажет кино в последний сеанс. Пускай в фойе молодежь танцует. И там же какой-то бар, какое-то кафе, какая-то пицца, какие-то там, не знаю, пункты быстрого питания, небольшие магазинчики. То есть это место, где проводят свой досуг жители данного жилого массива. Это культурно-оздоровительный досуговый центр. И в первую очередь это кинотеатр, где и молодежь любят дети, и старики, но все безработные. Поругался с женой, пошел в кино. Жена поругалась с мужем, вот в кино пошли. Посидели, вернулись, все успокоилось. И это познавательно. И это, так сказать, образование через документальные фильмы, через хронику. Поэтому обязательно. У нас хорошие фильмы. Сейчас Ялтинская киностудия заработает, может быть, в Екатеринбурге заработает, в Петербурге. Чтобы были десятки киностудий. И больше и больше фильмов детских, образовательных, для юношества. Вот как фильм был, доживем до понедельника. Вот такие фильмы нужно делать. Служебный роман, современный, так сказать, трудовой коллектив, так сказать. Не доктористы, не космонавты, а вот реально. То, что в каждом городе есть какой-то коллектив, они сидят, работают, 100-200 человек, вот там эти проблемы. Без трагедии, без горя, без, так сказать, комедийных фильмов побольше. Сейчас ни одной современной комедии нет. Я помню шведский фильм «За спичками». Я смеялся весь фильм. Наши потом сделали, Леона в главной роли, уже не то. Вот «Шведы» мне понравилось. Может быть, я был поменьше. Фильм, где можно смеяться. Мистер Питкин в тылу врага. Великолепно. Или наши, там, где играют Филиппов, там, не знаю, Пуговкин, тоже Савелий Крамеров. «Джентльмены удачи». Ну, это уже, да, Гоголь, мертвые души можно осовременить. Сегодня есть акция обанкротившихся предприятий. И какой-нибудь новый, так сказать, этот, как его, главный герой-то, души, мертвые души. Чичиков. Новый Чичиков ездит по губерниям, скупает акции. Предприятий нет, он вот у меня столько-то акций. И продает их. Потом все начинают раскапывать, а предприятий таких нет вообще. Чем, так сказать, не сюжет? И Гоголь должен появиться новый, и ревизор-аудитор. Тоже можно приехать в какую-то губернию, там, такого шороху навести, так сказать. Тоже есть чего, как Коми. Туда должен был приехать сперва аудитор, а потом уже наручники одевают. Вот прекрасный фильм, сюжет, спектакль. Идет во всех театрах, во всех кинотеатрах. И живое. Сахалин, Коми, другие регионы. То есть все это можно, нужно делать, чтобы был культурный, здоровый досуг. Эти дурацкие фильмы американские, Джеймс Бонды, все эти там детективы, скачут там на лошадях, это все уже не годится. У нас свои хорошие фильмы, которые нравятся там, за рубежом. Поэтому нужны. У нас есть, так сказать, сегодня новые молодые сценаристы, актеров огромное количество. Но вот запустите фильмы, и люди будут с тобой с ним ходить, и будет оправдано содержание фильмов, их издания, так сказать. Достаточно будет денег за счет проката, чтобы люди ходили в кинотеатр. Чтобы кинотеатры были прибыльными. Чтобы прокат фильма по стране давал доход необходимый, чтобы компенсировать расходы на фильм. Да, будут снимать в год, там, не знаю, 100 фильмов. И вся страна будет сидеть у кинотеатра.